зерновое соглашение может работать и без россии помогут нам в этом турции и страны ближнего востока которым надоело вот это играние путина в войну и постоянные угрозы и шантаж голодом без украинского продовольствия и вот этой истории эрдоган может в очередной раз переиграть диктатора путина турецкий президент сейчас на подъеме после выборов он провел продуктивные переговоры с американским президентом джо байденом относительно своего веса в нато и поставок f16 турции он добивается разморозки переговоров о вступлении турции в европейский союз но теперь еще и активизировал дипломатию с ближним востоком так что у диктатора путина не так уж и много вариантов зерновое соглашение либо будет разблокировано москвой либо появится новое соглашение но уже без москвы в то же время иран вдруг сделал ход конем и заявил что он поддерживает территориальную целостность украины тем самим выступил против москвы а вот президент южноафриканской республики вообще публично под присягой заявил что россия угрожает его стране войной и это напомню все партнеры россии меня зовут алексей печи сегодня 18 июля на календаре давайте обсудим сможет ли работать новое зерновое соглашение реально без россии итак начну с того что коротко введу в контекст происходящего напомню что сначала полномасштабной войны россии против украины страны африки остались без украинских поставок зерна и другой агропродукции из-за блокады россии портов в черном море позже турция и организация объединенных наций подписали два отдельных соглашения с россией и украиной для создания гуманитарного коридора в черном море подчеркиваю никогда прямого соглашения между украиной и россией не существовало действие инициативы несколько раз продолжалось но однако каждый раз перед тем как сроки истекали заявляла что не будет продолжать работу коридора и пыталась продавить исключение из санкции или дополнительные возможности для российского экспорта и вот очередной предельный срок действия соглашения был установлен на 17 июля и вот именно 17 июля на болотах в россии объявили о выходе из зерновой сделки и уже угрожают безопасности судоходства в черном море значит пресс-секретарь кремля дмитрий выступил с заявлением о том что россия не будет продолжать участие в черноморской зерновой инициативе при этом этот же песков заявляет что россия якобы немедленно вернется к зерновому соглашению если ее условия будут выполнены о том какие именно условия стали причиной выхода кремля и сделки позже заявили в мид рф снова прозвучали тезисы о том что запад не выполняет обещанных договоренностей а в частности экспорта российского аммиака и не перед подключает рост сельхозбанк к системе свифт еще раз повторюсь это претензии кремля к западу каким тут образом вообще запад если есть соглашение между турцией оон и россии турции он и украиной ну да ладно а кроме того среди названных причин было то что украинское продовольствие якобы вывозится не в нуждающиеся страны а в государство с высоким и выше среднего уровня доходом включая европейский союз но на этом россияне не остановились и решили раздувать щеки до последнего и заявили что вместе с выходом из зерновой инициативы они отзывают гарантии безопасности для судоходства в черном море в мид рф заявили следующее цитата это означает восстановление режима временного опасного района в северо-западной акватории и вот в офисе президента украины наставят на том что заявление страны агрессора о выходе из сделки означает срыв договоренностей именно с турции и оон так как украина с россией ничего никогда не заключала потому что знала что это такое это в смысле россия об этом частности заявил президент украины владимир зеленский я приведу вам его цитату у нас были два соглашения украина турция он другое соглашение россия турция он поэтому когда россия говорит что она останавливает она срывает свои договоренности с генсеком он гутерришем и с президентом эрдоганом не с нами у нас не было никаких с ними договоренности а зеленский сразу же намекнул что даже без россии украина может использовать черноморский коридор необходимо только решение остальных участников этой сделки еще одна цитата мы не боимся к нам обратились компании которые являются владельцами кораблей они сказали что они готовы если украина отпустит а турция будет пропускать то все готовы продолжать поставки зерна а позже украина официально уже предложила президенту турции и генсек он продлить это зерновое соглашение зеленский уже направил официальные письма эрдогану и гутерришу с предложением продолжить работу черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате так как это надежнее всего нежели россию еще приглашать но в организации объединенных наций сразу же показали свое настоящее истинное лицо в частности генсек он антонио гутерриш выразил глубокое разочарование в решении рф отказаться от продления зернового соглашения он считает что данный шаг станет ударом для нуждающихся по всему миру стран кроме того гутерриш уже даже письмо путину написал с просьбой продлить все-таки сделку ну и тут же в оон знаете подняли лапки и призвали россию вернуться в зерновую сделку а в обмен на это запад якобы готов переподключить российский россельхозбанк к системе свифт но в кремле гутерриша про игнорировали а вот турецкая сторона ведет себя несколько иначе там убеждают что они еще заставят россию вернуться в зерновое соглашение президент турции раджеп таип эрдоган еще на прошлой неделе заявлял что диктатор путин якобы согласился продлить зерновое соглашение хотя в кремле это ну в итоге опровергли позже эрдоган заявил что поговорить с путиным потому что считает сделку важным дипломатическим успехом и и ликвидация бьет по лично путину эрдогану извините потому что эрдоган считает зерновое соглашение своим детищем и дальше эрдоган добавляет несмотря на все заявления российский диктатор путин хочет чтобы этот гуманитарный коридор продолжался и вот кремль который еще вчера кричал о том что никогда не вернется к переговорам по зерновому соглашению дает заднюю спустя сутки турецкие сми пишут что министр иностранных дел турции хакан фидан провел телефонный разговор с главой мид рф сергеем лавровым главы мид обсудили текущее событие вокруг черноморской зерновой инициативы и очевидно турция пошла послала нужный сигнал но есть ли действительно альтернатива без россии сразу отмечу интересную мысль которая была озвучена накануне в эфире американской американского общественного вещателя пи би с значит там уверяют что прекращение сделки к значительному кризису на международном рынке может и не привести то есть россия может реально остаться за бортом например украина или не только украина в ответ может предложить страховку для кораблей которые будут возить зерно морем в будущем или еще активнее использовать для экспорта дунай вот эти логистические решения уже прорабатывают а зерновое соглашение просто дало запас времени чтобы эти решения освоить но имеется ввиду еще и маршруты через европу и вот похоже подобные сценарии уже начали прорабатывать то есть страховка через дунай больше в через европу потому что президент украины владимир зеленский сегодня провел заседание ставки верховного главнокомандующего на котором как раз обсудили зерновую инициативу докладывали вице-премьер кубраков и командующий в мс ныж папа обсуждали как раз логистику поставок и защиту прибережного региона к тому же сша и украина размышляют над другими вариантами экспорта продовольствия взамен этой зерновой сделки которую сорвала россия об этом заявил госсекретарь сша энтони блинкин он заявил что выход из зернового соглашения является бессовестным ну а также выразил надежду что все страны с внимательно следят за тем как россия безответственно относится к нуждающимся в еде странам вот все страны в том числе и китай пусть внимательно посмотрит как себя ведет россия а значит в настоящее время сша и украина к грит блинкин рассматривают другие варианты экспорта продукции через черное море однако есть определенные нюансы цитата даже если найти другие варианты это все равно будет иметь сдерживающее влияние на способность продолжать экспорт ведь страны и грузоотправители будут обеспокоены тем что будет их персонала микробов если россия будет препятствовать экспорту зерна из украины ну и россия уже начала препятствовать напомню сегодня ночью 18 июля российские оккупанты пытались атаковать южные регионы украины при помощи дронов и ракет в одессе от падения обломков были повреждены объект объекты портовой инфраструктуры при этом в николаеве враг ударил по промышленному объекту ну и это была очевидная попытка показать всем экспортерам что заходить в порты украины в черном море опасно к тому же понимая что россию могут просто выбросить из черного моря ради сохранения транзита зерна в кремле начали осознанно кричать о том что будет только хуже а пресс-секретарь кремля песков его попросили прокомментировать планы украины продолжить зерновую сделку вместе с турцией и он без участия россии и тот сразу же начал кричать что это будет опасно цитата здесь безусловно вопрос который нуждается в комментарии со стороны наших военных ведь речь идет о зоне которая непосредственно приближена к району боевых действий и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски не могу сказать какие страны вообще готовы взять на себя такие риски и вот здесь как раз и начинается самое интересное в сша уже четко заявили что штаты не рассматривают возможности организовать военную блокаду в черном море для вывоза украинского зерна проще говоря не хочет вашингтон заводить свои военные корабли для конвоя но этого сша похоже и не нужно делать сейчас объясню почему а в одном из предыдущих выпусков по итогам саммита нато в вильнюсе мы уже обсуждали что эрдоган а ехал на этот саммит в образе такого парня который приходит и решает проблемы а не создает их он дал понять что разблокировал вступление швеции в нато накануне согласовал возвращение азовцев в украину сша после этого тут же дали понять что теперь они готовы продать турции самолеты f-16 которых эрдоган добивался уже давно вдобавок в вильнюсе был замечен вообще очень любопытный интересный эпизод в обеспечении безопасности саммита принимали участие системы пво патриот и насамс ну и там каждая страна что-то свое привозила и ставила для вот такого зонтика над вильнюсом и странным образом в этом зонтике был были замечены радары от российская система с 400 напомню ни у кого из стран нато этой системы нет кроме турции и вот уже аналитики уверяют что этот радар там оказался не просто так это был намек на то что турция засветила на ту так называемую передовую систему пво россии западу то есть вот все турция как бы ну просто отвезла и говорит вот кстати их разработки можно посмотреть но а всему этому предшествовала беседа эрдогана и джо байдена и после этого разговора все после этого разговора у эрдогана все вдруг пошло хорошо поэтому не исключено что были достигнуты определенные договоренности по защите черного моря вдобавок сейчас эрдоган активно работает со сторонами ближнего востока в частности вот прямо сейчас в эти минуты эрдоган находится в катаре а до этого издание financial times сообщает что саудовская аравия и турции вместе в качестве посредников хотят договориться о репатриации украинских детей которые были депортированы в россию и содержались там детских домах и некоторых отдавали в российские семьи якобы ответственные лица в киеве и москве составляют списки это тысячи детей которые были принудительно вывезены россиянами из украины и известно что вопрос о депортированных украинских детях на встрече с чиновниками нескольких стран g20 был поднят именно саудовской аравии то есть турция вместе с некоторыми странами ближнего востока получает все больше и больше влияния на москву эрдоган явно не захочет терять эту самую роль и образ парня который приходит и решает все проблемы а потому он уверенно сейчас и заявляет зерновое соглашение будет работать в кремле просто выделываются в крайнем случае получив предварительное одобрение сша и нато именно турция возьмет на себя обязательства по защите зерновых коридоров черном море вот если россия будет выделываться дальше турция при одобрении сша и нато берет на себя эту защиту а или же турция может стать большим хабом для украинского зерна то есть турция своими кораблями может забирать из украинских портов зерно ввести его в свои порты и там уже перегружать заказчикам узнаете хочу я посмотреть как россия осмелится открыть огонь по портам украины в то время когда там будут стоять турецкие корабли к тому же не забывайте о том что зерновое соглашение просто выгодно торцы потому что она получает не только политические баллы но еще и свои 25 процентов от цены и эрдоган уже доказывал что ему это соглашение важно потому что когда россия в последний раз угрожала не продлять соглашение она больше суток работала без россии благополучно и тогда в турции так и заявили приостановлено соглашение между турции он и россией но осталось действие соглашение между турции он и украины так что сейчас эрдоган будет давить на путина до его предполагаемого визита в турцию это или конец августа или сентябрь а хитрый эрдоган хочет сначала конечно выжать из россии все что ему нужно а потом уже покажет как зерновое соглашение может работать без россии ну и напоследок в контексте ближнего востока нужно вспомнить еще одну новость которая меня сегодня приятно удивила иран вдруг пошел против россии и заявил о признании суверенитета и территориальной целостности украины это произошло после того как россия решила усомниться в контроле ирана над несколькими островами персидском заливе это мелочь но мелочь приятная которая в комплексе ну очень сильно бьет по россии вдобавок в прошлом большой друг путина президент южноафриканской республики сирил ромофоса признался сегодня что россия угрожает ему войной дело в том что в следующем месяце южноафриканская республика принимает саммит брикс в котором как ожидается примет участие российский диктатор путин в соответствии с ордером международного уголовного суда на арест путина южноафриканская республика которая подписалась под декларациями должна будет поместить путина за решетку и передать его в гагу однако уже несколько месяцев южноафриканская республика ищет лазейки которые бы позволили не делать этого почему и вот сегодня под присягой президент южноафриканской республики сирила ромофоса признается что россия угрожала ему войной ромофоса отметил что кремль дал понять что арест действующего президента путина будет воспринят как объявление войны цитата ромофоса было бы несовместимо с конституцией нашей страны рисковать вступить в войну с россией у меня есть конституционное обязательство защищать национальный суверенитет мир и безопасности республики так что знаете выглядит все так что неадекватная россия уже всех вокруг достала даже самых отбитых ее партнеров и время путинских игрищ может потихоньку подходить к своему завершению здесь поставлю многоточие и мы к этой теме еще обязательно вернемся сейчас попрошу вас поставьте лайк этому выпуску напишите в комментариях ваше мнение по поводу той темы которую мы обсудили и подпишитесь на мой youtube канал если же вы считаете мою работу важно необходимое вы можете стать спонсором моего youtube канала прямо здесь на платформе youtube или же оставив любой ваш донат по ссылкам в описании к этому видео на этом все всем спасибо берегите себя всем пока